Всем привет, мы с вами продолжаем играть Jurassic World The Game, у нас очередная неделя и очередной бриллиантовый приз. Несколько дней, ну можно сказать неделю не было выпуска, просто потому что три игровых дня записи были без звука игры. Не знаю почему, все было настроено нормально, все было настроено хорошо, просто какой-то заглюк системный и звук игры абсолютно не записался, я решил их просто удалить, потому что ну какой смысл от этого. А вторая причина, почему так долго не было выпусков, Arc Survival съедает абсолютно все время, вообще вот с утра до вечера только в Arc Survival. Нужно немножко притормозиться и снять еще что-то другое, чтобы ну просто было разнообразие. Давайте забирать с вами бриллиантовый приз, посмотрим что нам придет. Телозаврик. Ну в принципе неплохо, у нас с вами довольно-таки много телозавров, я так чувствую, что мы потихонечку подбираемся к тому, чтобы вывести себе телозавра сорокового уровня. И вот здесь у меня заказан и неозавр, и циртозаврик, давайте посмотрим выиграем кого-нибудь из них или нет, ну тут, как я и хотел сказать, маловероятно, но зато 2700 ДНК, как видите мы опять перевалили с вами за 100 тысяч. Также Дайна Хейер на завтра заказываем. И естественно сегодня, наверное после призов я сейчас немножечко пособираю монетки и добавлю те картинки, которые вы присылаете в группу ВКонтакте. Я в основном даже решил записать сегодня выпуск, сесть, выделить на это время и записать выпуск исключительно ради этого. Честно говоря, я думаю, что скорее всего выйдет он завтра во вторник, но не в понедельник, но на самом деле у меня так действительно очень часто происходит, потому что в выпуске по Jurassic World's Game попадает, ну где-то там 2-3 дня игровых. Порой, конечно, бывает так очень удачно, что где-нибудь на стыке ты потратишь минут 40, но такое происходит крайне редко и в основном это да, в основном это 2-3 игровых дня и потом получается выпуск. Если вы хотите, чтобы ваша работа попала в видео или в группе ВКонтакте опубликовали, ссылочка на группу ВКонтакте в описании под видео, там есть кнопка написать сообщение, то есть отправить сообщение в группу и туда отправляйте картинку, можете прикрепить картинку к посту с этим вот видео. Но, естественно, огромная просьба не присылать чужие картинки, сделанные не вами, нарисованные не вами, за это мы просто будем блокировать. Я уже посмотрел по событиям, у нас с вами сегодня не фонтан, но в принципе есть вип-событие, так что можно будет его пройти, правда долларов очень мало осталось, давайте, предлагаю начать с него, надеюсь, что все-таки это будет морская схватка, нет? Нет, это обычная, ладно, понятно. Ну, в принципе, можно ее пройти, кстати, смотрите, уже и соперники даже самой первой схватки довольно-таки неприятные. Давайте посмотрим, кого мы с вами можем взять, я все-таки предлагаю взять Апатозавра, есть, и, например, Астапозавра, и таким составом мы должны проходить. Так, я, как всегда, взял бонус, он, скорее всего, поменяет на хищника, да, гигантозавр, но нам абсолютно пофигу. Удар, это просто замечательно. Так, секундочку, я предлагаю, на самом деле, менять на Астапозавра, сейчас мы его в два ударчика пробиваем, а дальше уже с птичками при помощи Апатозавра разберемся, то есть здесь никаких проблем не будет. Давайте, да, проходим випочку, мы с вами можем восстановить сейчас Индоминоса спокойно, взять Акаркантозавра, например, и Крутозавра, и все это должно проходить, погнали. Естественно, быстренько через бонус, сейчас меняет на Спинозавра. Спинозавр у него сильный, что будет делать, я просто даже не знаю, может быть, может быть взять да пробить его попытаться, может там нету блока. Ну, давай так и сделаем, давай, три удара. Нет, это все-таки блок, хорошо. Индоминосу сейчас будет больно, но не смертельно. Два удара, замечательно. Сейчас в один удар его забиваем, берем два бонуса, и дальше уже Акантозавру мы по идее спилим ему обоих травоядных. Вопрос вот в чем, а он вообще бить будет или нет? Он может и бить не будет, будет, три удара. Ладно, Индоминос, прощай. Давайте, сейчас нам нужно всего два ударчика, у нас шесть, вообще идеально. Просто идеально, два удара, два бонуса, два блока. Лабиринтозавр улетает, и нам в принципе даже крутозавр не понадобится здесь, можно было двумя хищниками все это дело спокойно пройти. Гаритозаврик, три удара, все, замечательно, мы это с вами проходим. Давайте забирать с вами золотой приз, ну, только еда, монетки, сарказух, хотелось бы, конечно, как всегда ДНК, там, не знаю, баксы, как видите, баксов очень мало, придется докупаться. 1300 очков доверия, ну, я не знаю, придется, не придется, посмотрим. Кстати, я тут поставил вчера инкубироваться, вот здесь вот, конкурентора, давайте посмотрим. Ну, конечно же, конечно же, с первого раза ничего не получилось, он просто сам инкубировался без, ну, эволюционировался, то есть, без ускорения. Давайте ускорим, ну, да, 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 конечно, 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 ладно, придется докупиться. Давайте его уже наконец-то проэволюционируем и прокачаем до 20 уровня, чтобы он хоть как-то был полезен в схватках, потому что сейчас он очень слаб и нам реально не помогает. Просто так сидит у нас в парке, 902 урона, 1500 здоровья. Ну-ка, секундочку, а на 30 уровне 1300 урон. Ну, нам хотя бы 30 уровня нужен, иначе он очень слабый, и здоровья все равно очень мало. Так, где-то у меня здесь должна быть статуя, одну секунду, нет, статуя, 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 он у меня стоит вот тут. Собрал. То есть, вот это вот отсюда можно, на самом деле, перенести, потому что оно не цепляет, ну, цепляет здесь только краешек, здесь это абсолютно не нужно. Нам с вами нужно сейчас по заданию собрать, если не ошибаюсь, 5 миллионов монет. Собрать со здания 5 миллионов монет. И это, на самом деле, очень долго, и мы будем проходить это дело, наверное, на протяжении нескольких выпусков, потому что... Ну, у меня сейчас в последнее время были довольно-таки большие проблемы с игрой, и она мне оттого вылетала, я сейчас переустановил, вроде стало получше. Висла вылетала, то есть, много очень проблем было. Из-за этого я не записывал. Плюс еще с записью были проблемы, у меня где-то, наверное, 3 дня записи получились без звука. И это чисто какой-то вот технический баг или глюк, потому что при записи у меня здесь как раз стоит такая полосочка, которая показывает, что звук идет, программа звук ловит. А это значит, что она его стопроцентно записывает. А оказалось, что нифига, не стопроцентно, и звук не записался. То есть, был звук микрофона, а звука игры не было, и вот... Обычно у меня бывает наоборот. И дальше можно что-то переозвучить или еще что-то сделать. А тут ты ничего не сделаешь. Какой смысл выкладывать выпуск, где вообще нету звука игры? Ну, это просто как бы неинтересно. У нас с вами, кстати, должен был приз обновиться. Давайте-ка его забирать. Что у нас там с вами? Дейна Хейер. Ну, это как бы... Ну, если придет, будет хорошо. Но это крайне маловероятно. Так, 800 ДНК. Еще 1000. И... Я надеялся, что все-таки 2 ДНК на Хейер. Нет, ладно, спасибо, 3600. Но, в принципе, неплохо. Еще немножечко ДНК подняли. И на завтра мы можем с вами заказать Эоламбию. Последнее время она мне действительно очень часто приходит, но... В смысле, возможность ее заказать, но не выигрываю. Ладно, давайте заказывать. Золотой приз мы сегодня с вами не получим. Получим, скорее всего, в следующем выпуске. Сегодняшний выпуск основан для того, чтобы добавить ваши картинки, которые вы присылаете в группу ВКонтакте. Потому что их накопилось довольно-таки большое количество. А у меня абсолютно не было времени записывать Jurassic World's Game. Потому что я занимался Ark Survival. Но нужно, я чувствую, сделать перерыв. Потому что меня от него начинает уже просто натурально тошнить. Просто тошнить. Я последние 4 дня только сидел и занимался Ark Survival. С утра встал и до поздней ночи. И вот так вот каждый день. Просто каждый день. Больше не могу. Все. Нужно передохнуть немножечко. Так, давайте-ка соберем вот здесь наборчик быстренько. Бесплатный рэдж. Забираем. И, естественно, у нас с вами сегодня появились 2 схваточки еще. То есть, если прошлые схватки были довольно-таки противные. Там ничего интересного прийти не могло. То есть, там у нас с вами было колесо призов. И бесполезный для нас абсолютный динозавр. То вот сегодня у нас пришли схватки, которые нам что-то могут вкусное дать. То есть, защити свою территорию. Здесь может прийти легендарка морская. И амфибия против фаворитов. Вот здесь совсем все просто. Может амфибия какая-то прийти легендарная. Давайте зайдем. У нас с вами здесь нужно использовать хищников. Но, как видите, противники вообще никакие. То есть, в первом мы берем метрикантазавра. Должны забивать вообще там, ну, в 2 ударчика. Ты меня в 2 не забьешь, я возьму бонус. Интересно, что будет делать. Если это 2 блока, это совсем плохо. Если это 2 блока, я сейчас проиграю. Давай 3 удара. Я надеюсь, это не 2 блока. Это 1 блок. Хорошо, переходим в следующую схватку. Так, здесь уже поинтереснее. Ну, дагозавр, микрораптор. Ну, вот как раз конковентура возьмем, которого только что с вами провалиционировали. И Таникла Греуса. Этого должно быть достаточно, я думаю. Но даже на самом деле одного конковентура достаточно. Бонус. А вот сейчас он, скорее всего, пробьет. И знаете, что сейчас будет? 1 удар, 1 блок. Да, 1 удар, 1 блок. Ну, я не знаю, почему тут компьютер всегда так играет. Вот возможно это предсказать всегда. Давай 3 удара. А, это 1 удар, 1 бонус. Хорошо. Ну, то есть сейчас конковентура мне спилит в 3 ударчика он. Ну, а дальше микрорапазавра мы спокойно Таникла Греусом забиваем. Никаких проблем у нас возникнуть с этим не должно. Давай-ка. Вот тебе твои 3 удара. И до свидания. И последняя схваточка. Юдона взять? Может быть, да? Давайте возьмем Юдона. Преатродона и Тираннозавра. Давненько мы с вами схваточку Тираннозавра не брали. Давно он у нас там не участвовал. Так, как всегда, бонус. Нандагазавр. Да давай, 2 удара бей, пожалуйста. Не тяни. Замечательно. Он прям как послушался. Господи, сегодня компьютеры какие-то прям реально очень послушные. Давайте, 2 ударчика, бонус. Ну, и как видите, последняя схваточка оказалась мега простой. То есть мы с вами спокойно все это дело забиваем. Нам даже Тираннозавр не понадобился. Мы спокойно забиваем буквально тремя хищниками. Причем я тут Юдоном случайно промахнулся. Четыре раза нажал вместо трех. Можно было бы сейчас не умирать. Ну, и так нормально. Давайте посмотрим, что нам из наборчика выпадет. Здесь супер редко. И опять в основном монетки чуть-чуть. Долларов. Метриаринг. Ладно. Нам 260 очков доверия. И нас с вами ждет здесь примерно такой же второй набор. Но здесь, мне кажется, даже чуть попроще. Потому что здесь уже можно брать любых динозавров. Только в момент в том, что противники сами по себе сильные. У меня игра зависла? Да, у меня игра зависла. Блин, что ж такое? Почему она виснуть начала? Это, конечно, немножечко вымораживает. Когда вот так вот игра виснет постоянно. Потому что, ну, крайне неприятно. Она еще в схватках виснет. И приходится схватки перепроходить. Это вообще жесть. Так, я предлагаю сейчас в самом начале. Сигнозух. Сигнозух. Давайте Юдона восстановим. Юдон. Эодиморфодон. И Астапозавр. Потому что пахигалозавр прям очень жесткий. Естественно, он сейчас поменяет. О, крутозавра. 2000 урона. Ведь будет, нет? Удар все-таки. Ты посмотри, а? Вот весь гад. Так, секунду. А я тебя пробью двумя ударами. 1587. Да должен пробивать, по идее. Да, пробиваем. Отлично. До свидания, крутозавр. Сигнозух нам сейчас Эодиморфодона в два удара забивает. Но тем самым он все ходы потратит. Давай, камон. Отлично. Он делает то, что и должен был. Теперь спокойненько Юдоном его в два. И берем бонус. И все. Эта схватка пройдена. Это прям действительно очень сложная и неприятная схватка. Так, нам придется Зухариптера восстанавливать. Зухариптер. Престозух. И... Индоминос. Сейчас, подожди. Он поменяет против Зухариптера Похиринозавра. Давай-ка вот так вот поставим. Индоминос, Престозух. Вот так вот. Потому что он по-любому поменяет. Предлагаю нанести удар. Есть, полторы тысячи здоровья осталось. То есть даже если что, мы это всегда сможем либо Престозухом, либо Индоминосом добить. Похиринозавр. Один удар. Ры-рыс. Мы два бонуса. Скармливаем Зухариптера. Бить будет, не будет? Замечательно. Теперь спокойненько Индоминосом. Два удара мы тебя забиваем. Возьмем. Возьмем, возьмем. Давай-ка возьмем два блока и бонус. Похиринозавр улетает. Сейчас смотри, он похиринозавра поменяет на Крутозавра. Вопрос в том, что вообще бить будет. Чего сейчас? Три удара? Сударь, да это просто шикарно на самом деле. Я тебя забиваю в четыре, если не ошибаюсь. Я тебя, да, в четыре забиваю. И берем бонус. Слушайте, прям идеально получилось. Вообще супер. Потому что сейчас Крутозавру понадобится как минимум три удара, чтобы меня пробить. Ну, потому что он рассчитает это, естественно, за блок. И дальше при помощи Престазуха мы его уже спокойно забьем. И в последней схваточке компьютер выставил против меня вообще трех хищников. Я взял три амфибии, сами все видите. У меня еще Престазух жив, а у него приходит Николагреус. Так, я понимаю, что я сейчас скорее всего Крутозавром тебя не пробью, потому что там скорее всего блоки. Давайте возьмем два блока и два бонуса. Да, там было два блока, замечательно. Четыре удара. Крутозавр, естественно, ты мне не пробиваешь. Держи шесть атак и до свидания. Ну, я надеюсь, что сейчас из этого наборчика хотя бы какая-нибудь еще легендарочка придет. Ну, а, это колесо призов. Это колесо призов, я совершенно забыл. Но, как помните, нам отсюда регулярно набор приходит. Но не в этот раз. Про Тастега, ладно. Хорошо договорились. То есть, по большому счету, все, что сегодня можно было выполнить, мы выполнили вот эти два турнира. То есть, а-то у нас только Мегатери остался. Но это мне абсолютно не нравится. Я не люблю вот эти схватки, потому что там, ну, хоть и морская, но видите, какие противники сильные. Ну, типа, Мегатери у нас с вами есть, мы его можем выводить. И последнее, что я хотел бы сегодня сделать, это установить как раз выводиться динозавров, потому что у нас там цирротозавр сейчас выводится, и все. Это единственное, кто у нас сейчас там есть. Кстати, телозаврик еще один у нас с вами, виповский. Давай-ка тебя прокачаем, дружище. Естественно, очков доверия у нас не хватит на чистое золото. Отсюда мы с вами выяснили, что они понизили количество выдаваемых очков. Причем понизили серьезнее, где-то в два-два с половиной раза. Здесь, давайте сейчас с вами установим какое-нибудь, ну, простое существо. Например, мою ингозавру в первый слот. А вот в эти я хотел поставить бриллиантовых легендарок. То есть, отсортируем, как всегда, по редкости. Ну-ка. Ммм, Кюдону можно было бы вывести еще одного. Астапозавру у меня 30-го получается. Все в порядке с этим. Роджастега, кстати, я совершенно про него забыл. У нас там где-то с вами даже есть, можно было бы еще вывести. Траодон потом. Подожди. Залмаксес, эрликозавр. Ну, это типа все не нужно. Антрактопелта, пахиринозавр. Вот. Я предлагаю как раз двух пахиринозавров вывести. Они нам в будущем понадобятся на пахигалозавры. Ну и на этом пока что все. Я постараюсь как можно быстрее сделать следующий выпуск. Особо не затягивать, как в этот раз. Но, ммм, если не будет никаких проблем, это раз. И, во-вторых, если просто будет свободное время, потому что Арк Сурвайвл занимает бешеное количество времени, бешеное количество часов. Просто вот сейчас вот 72 часа посчитал. Последние 4 дня или даже 5 дней я просто занимался Арк Сурвайвл. С учетом всех тех выпусков, которые были, я немножечко от него реально устал. Так что планирую поснимать какие-то другие игры. На этом все. Если вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать на выпуски по этой игре, а также другим играм. Удачи, друзья, пока. Увидимся в следующем выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok